физкульт привет с вами замандаст подкаст сегодня у нас в гостях салтанат хазубаева человек который внесла и продолжает вносить огромный вклад в развитие спорта в казахстане конкретно это бег и триатлон человек который год за годом побивает свои личностные рекорды и даже какие-то мировые салтанат заставила всех бежать заставила всех просыпаться в 6 утра выходной день и идти на бег как на праздник это факт это факт также у нас в гостях данияр жанабеков человек с удивительной историей человек который похудел сбросил 50 с лишним килограммов если я не ошибаюсь благодаря триатлону человеку которого есть документальный фильм недавно вышел недавно вышел да на английском языке кстати очень вдохновляющий из тоже не менее интересная история о том как преодолеть себя как получить как преодолеть гонку айронмен в в священный месяц рамадан не подготовка до готовка в условиях да подготовка условия рамадана ну да подготовка потом дальнейшие то есть сразу после окончания ты стартовал это делать это еще тяжелее мне кажется все это наслаждение вылетел после этого добро пожаловать к нам ребят спасибо да это замандас ханат держан без бастаим всем привет а так она вы находитесь у меня в студии давно хотел попробовать игры на пк и сегодня мы протестируем легион 5 pro так как монтаж фильмов дело усидчивое иногда даже утомляющее время от времени важно переключаться особенно во время рендера и для этого очень клёво иметь в офисе студии компьютер с пк поддерживающие игры играть в своем стиле первое что бросается в глаза дизайн второе почти все порты сзади это тоже очень важно чтобы ничего не мешалось еще тут матовый экран у меня солнечная сторона и для игр матовый экран очень удобно можно еще откалибровать экран настроить под себя и будет еще лучше а еще динамики хорошо звучат еще важная вещь компьютер легион 5 pro легко тянет монтаж для тех кто хочет играть и работать профессиональность видео с графикой то компьютер легион 5 pro именно для тебя еще несколько важных вещей это очень тихий компьютер не будет напрягать во время рендера во время игр видимо здесь очень хорошая система охлаждения о смотри здесь встроенная камера может зависеть и twitch также клавиатуры и touchpad пластиковые они не доставляют дискомфорт от нагрева все остальное сделано из алюминия в общем продуманы все детали для геймеров тут установлен core i7 11 поколений видеокарта nvidia rtx 370 32 гигабит оперативки ssd с объемом на 1 терабайт также данную модель можно апгрейднуть 10 windows на windows 11 но и последнее гарантия на этот ноутбук два года и один год на батарее но в сумме на сайте линова можно эту гарантию продлить до четырех лет ну вот и все ребята это был обзор по каннске спасибо большое матч лав я пойду дальше играть а даниара я как раз таки помню 140 килограмм он тогда так же продолжаешь занимаешься бизнесом да 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 все то же самое мы тогда познакомились у нас общие друзья нуржан нуржан привет вот да и я конечно удивился когда я увидел тебя в интернете уже уже через несколько лет я увидел тебя уже я вообще не узнал я тоже удивился когда увидел свои документальные фильмы в америке особенно там про ирана тебе рассказывал я тоже да ну я не знаю с чего начать и там и там очень интересно начнем наверное с недавнего алматы марафона который проходил в астане пока пока тема горячая ты буквально вчера вернулась астаны да я вчера прилетела из астаны мы там проводили впервые за историю существования нашего фонда полумарафон нас давно там ждали звали первый раз получается было в астане в астане проводятся марафоны но не вами наша команда да впервые вышла на рынок астаны и мы вот успешно провели полумарафон в прошедшие выходные я вот только вернулась еще до сих пор хожу в прострации не могу понять что происходит вы так сказали на рынок это получается бизнес бегемой рынок скажем так сатрикана сразу услышал такой рынок бабки так да где в беге денег нет пока ну ладно то что денег нет но надеемся что скоро они появятся а я очень много видел информации вчера внести о том что на самом деле гонка была тяжелой да и многие участники ну можно сказать что не были к ней готовы кого-то увозили на скорых как это все произошло с чем это связано и вообще ну расскажи как ты как ты же там была изначально мы поставили лимит участников 4000 бегунов и я уверена была что этого будет достаточно хватит и запросов больше не будет я до последнего дня получала звонки особенно в астане это популярно я с министерства такота я с акимат дай мне слот для меня это было большое удивление потому что мы в алмате только пять тысяч шесть тысяч набираем на полумарафон в астане рынок только развивается беговое сообщество только-только появляется поэтому я думала что четыре тысячи будет достаточно но при всем при этом я после гонки всегда делаю выводы и поняла что наверное семьдесят восемьдесят процентов участников просто были не готовы к физике ни физически ни морально ну у нас скорые просто не справлялись понятно что была жара то есть они получается не готовы они их просто заставили как имидж компании там очень ну в астане мы знаем очень много ну нравится таких больших нацкомпаний небольших просто им звонили вот ваш шеф участвует давайте вы тоже поддержите шефа оденьтесь мерч компании и людей которые спортивно даже не были готовы заставили бежать сейчас это по-другому если 10 лет назад да действительно там поднимали компании говорили бегите потому что шеф бежит сейчас такого нет люди сами хотят быть причастны к такому празднику но при этом не готовились не тренируются более того в астане ну многие говорят что там делать нечего ты либо на работе либо идешь в ресторан и гуляешь пьешь скажем так и я уверена что были такие участники которые вот с гулянки буквально два-три часа поспали и пришли утром на старт и они еще этим хвастаются я таких знаю я был на свадьбе за день до старта пожалуйста да я поехал но я не участвовал потому что у меня воскресенье гонка но я был за одним до старханом с людьми которые на автопате до 6 утра гуляли а у тебя гонка триатлон или гонка айрон айронмен у меня будет воскресенье аааа и ты готовишь еще один айронмен то есть в мае был недавно айронмен через месяц еще один да во фрагу да нет зверь ты тоже айронмен четыре раза четыре раза так давайте а для наших зрителей так да точно да салтанат она организатор алматы марафон уже на протяжении сколько 11 лет уже 11 лет то есть дорогие водители те кто ненавидят марафон вы можете в комментариях вот написать салтанат прокомментировать и дать свои пожелания но люди которые на самом деле сейчас очень много будут ребят которые действительно полюбили бег за счет алматы марафон и очень многое на самом деле стало одним из таким городским праздником я не участвую но очень люблю этот день потому что реально очень круто город оживается город становится красивым веселым и ты когда сидишь завтракаешь сразу видишь людей которые пришли с марафона и такие у них поздравляю поздравляю это круто праздник заряжать да также вы еще участник айрон айронмен айронмен окей сейчас мы придем к айронмен данияр ты бежишь журмал маты марафон я бегал плюс минус да но основном то как бы он занимается бизнесом очень таким серьезным и плюс ты тоже сколько сколько айронмен сделал уже у меня три полных уже три полных что вы понимали что такое три полных айронмена это пипец как сложно да объясни нам что это такое ты вообще марафон и триатлон это ну этот бег и триатлон это разные вещи потому что в триатлоне есть и плавание и велосипед и уже потом бег что касается дистанции полной айронмена подразумевает 3 8 километра плавания 4 округляем потому что по открытой воде там выйдет даже больше особенно если ты плаваешь хреново как я и не умеешь ориентироваться второе это велосипед 180 километров это как до копчегая обратно я снова до копчегая ну и после всего этого вишенька всего это бег как раз таки полная дистанция марафона 42 километра 42 и 195 метров да три марафона в один день получается да три марафонские дистанции то есть айронмен и на все про это тебе и на все это тебе дается 18 часов 16 часов 16 часов лимита а теперь спросите какое время меняю дания давайте я знаю там 10 чем-то мое лучшее время 10 49 10 49 дания у меня 9 21 южная африка но там надо пометку поставить водный этап сократили там 300 метров был в водный этап из-за сильных волн 23 800 там ветер был сильный тот день и волны сильно поднялись и водный этап хотели отменить но потом уже когда все участники собрались уже на берегу но сказали кто не хочет может не плыть а кто хочет до первого буя и я обратно вот ну это стоило то есть настоящий аэрмэн там вот мы как раз лёши были нас надо подкидывал на столько метров они летели здесь с волны реально люди ударялись кто-то даже ссадинами вышел там такой водный и у меня там было время 9 21 ну наверное с моим плаванием если добавить водный этап наверное было бы там 10 10 что-нибудь такое но я так прогнозирую а вы всегда были спортивные нет вообще не из профессионального спорта мы не я в детстве не ходила ни на плавание не занималась бегом ну в школе на физкультуру ходила да пытался какие-то секции записываться но нет было такого периода что там четыре года занималась плаванием а потом ходил еще там на гимнастику или еще что то нет такого не было триатлоном я уже занимаюсь сколько шесть или семь лет ну вот последние шесть семь лет очень активно занимается очень активно профессионально кажется почти что ну и я вообще к спорту такому более профессионально пришла благодаря ворклассу потому что я там работала вот весь ответ по сути а первый алматинский марафон это что это было это было благотворительность или это была популяризация бега да там спорта среди алматинцев что это вообще подразумевала все изначальная идея этого всего вот как раз таки говоря фитнес-клубе в котором я работала мы его открыли и спустя год мы хотели отпраздновать день рождения первый год рождения фитнес-клуба но мы хотели его сделать не только для членов но и для города и хотели куда провести забег и это все переросло в марафон то есть в апреле мы думали что делать 27 мая мы проводим первый благотворительный марафон мы хотели чтобы была связка с благотворительностью кому-то помочь поняли что это нужно что у людей есть желание участвовать и решили делать его ежегодными конечно я не училась на того человека который организовывает мероприятие это было вот методом проб и ошибок мне вот буквально вчера в комментариях написали там конечно с 2012 по 2016 год организация была слабовато но я и так знаю это был парень и я ему сказала что но москва не сразу строилась я не училась мы методом проб ошибок за счет опыта конечно каждое мероприятие анализируем проводим какой-то анализ делаем выводы и улучшаем но сейчас мы уже да на уровне и все об этом говорят тенденция что показывает что с каждым годом все больше и больше участников я заметил что самих марафонов стало больше да люди некоторые к сожалению или к счастью думают что на это можно заработать кучу бабла но это не так кто думает как думают те организаторы которые пытаются сейчас что-то создавать а это платный слот конечно ты чтобы участвовать там в том или ином забеге или марафоне ты должен заплатить за это деньги какая примерно но мелкие забеги 5-6 тысяч если это марафон или полумарафон там до 10-12 тысяч получается один слот там тебе и футболка и медалька нет футболка отдельно тебе медалька стартовый номер с чипом потому что мы хранами тараш отслеживаем результат но если сравнивать западными странами то там слот минимум стоит там сколько 30 40 евро там ну это минимум а то и стоит 200 салта у нас почему это у нас есть или нету если допустим ты не успел регистрацию купить а сильно хочешь чтобы вот этот чарить и дорогой сделать мы этого не делаем потому что народ еще тоже опять-таки не готов к этому это начнется просто бардак мы же заранее все заказываем медали стартовый набор это все требует времени местное производство пока еще не готово опять-таки все это делать мы заказываем в китае это за два-три месяца минимум в общем организационных моментов детали очень много и когда люди спрашивают почему ты не можешь нам сделать слот сейчас ну сори ребята у нас все заранее заказано мне уже медали тут на руках куда кто сейчас будет делать вам еще дополнительно 10 медалей ну вот если откровенно то так в одном из подкастов ты ну с тобой ты сказала что примерно марафон один да стоит ну вот организация все марафоны стоит около миллиона долларов это алматы марафон который самый большой проект который раз в год который раз в год мы его проводили на протяжении девяти лет в апреле в силу там пандемии определенных отмен мы его перенесли на сентябрь решили эту дату сентября закрепить потому что марафонская дистанция требует больше времени из-за того что мы живем в резко континентами климате и люди зимой не все бегают и не набегают объемы поэтому сделали логичным что в апреле будет полу марафон как такой этап подготовки и в сентябре уже полный марафон там летом можно бежать там весной можно готовиться ну и вот так вот перенесли и да действительно организация стоит порядка там 500 миллионов тенге ну да почти что миллион долларов даже больше все предусмотреть понятно что это спонсорские деньги акимат нам какую-то часть выделяет денег за счет взносов слава богу блин ну немного но хотя бы так мы каждый раз просим больше но нам все равно знать протяжении 10 лет одну и ту же сумму утверждают ну вы зарабатываете сами с этого бизнеса сказать что зарабатывать нет потому что марафон это благотворительный то есть за счет слотов мы точно не зарабатываем за счет спонсорских за счет спонсорских все равно львиная часть денег уходит на организацию мероприятия потому что очень много нюансов потом в один год 2019 году до пандемии у нас было 17 тысяч участников это был самый большой марафон конечно пандемия на нас сильно в этом плане повлияла мы откатились там на цифру 8 9 тысяч сейчас будем опять эту планку поднимать и там добиваться того чтобы до 20 тысяч вырасти я никогда не не участвовал почему вот вопрос тебе почему ты же знал что есть я один раз зашел зарегистрировался потом эти спамы запарили настолько меня это что я да ваш марафон тот но я не во первых там когда мы только начали вы только начали я не особо был спортивным то есть не особо занимался так сказать спортом так как я хотел я думал блин это же надо к этому готовиться надо а времени не было и все ссылал на то что а в этом году я хотел в принципе сейчас я уже более-менее спортивно подготовлен я думал ну там десятку давай начну десятки просто пробежаться а потом я вот столкнулся тем что надо это все заранее к этому надо относиться это не так типа захотел завтра побежать его завтра марафон завтра давайте я побегу то есть я из той категории как раз таки вот если мы с вами были бы знакомы я вам звонил бы стал дай мне один слот то есть я просто не был с вами знаком но сейчас можно спланировать на сентябрь у нас 25 сентября марафон поэтому welcome будем очень рады а можете объяснить вот для ребят которые смотрят сидя на диване зачем зачем этот бег зачем это под спорт этот именно марафон для чего это мы все вот бежите вы еще не не останавливайтесь вводу раз пробежали лан раз год вы потом еще следующий весенний осенний зимний есть да да есть на холмах есть в кыргызстане то есть я ну я так слежу за сети за ребятами да куда вы все бежите вот не осенше есть же другие еще куча разных развлечений спорта имею ввиду куда можно потратить свою энергию но так завелось наверное что считается и говорят так что бег самый доступный вид спорта то есть тебе особо ничего не нужно ты встал отдел экипировку и побежал не самый доступный смотря на ваши экипировки особенно в триатлон не точно триатлон да согласны и даже в беге там те же кроссовки хорошие стоят там порядка ста тысяч тенге но это не каждому доступно но с точки зрения там не нужно покупать абонемент фитнес-клуб там не не нужно там покупать какую-то дополнительную экипировку там велик там и не знаю даже там в каких-то единоборствах то есть она покупаешь там перчатки там и прочее бег такой доступный ты по сути оделся вышел на улицу побежал хоть где в парке по улицам на стадионе хоть где ну это как бы завелось так но с помощью марафонов мы развили эту культуру и действительно в алмате сейчас огромное количество людей которые бегают ну и по миру вот куда ты не приедешь ну вы наверное обращали внимание что люди везде бегают заниматься именно бегом в любом большом городе есть марафон есть даже сколько сейчас шестерка мейджоров на марафонов на которые люди просто мечтают попасть это бостон берлин нью-йорк токио лондон чикаго вы участвовали в бостоне у меня цель все шесть пробежать все шесть после а еще не бегал не еще ни один не бегал времени но у меня цель есть бостонский кстати самый легендарный считается он во первых самый старый из марафона всех ну и самый известный теракт там 2000 это тоже 2013 по моему ты тогда в штатах жила нет я уже здесь организовывал марафон и это произошло как раз за неделю до нашего марафона и я конечно тогда чуть-чуть сильно шлейф повлиял на городской марафон наш локальный нет не сильно но мы усиление сделали в части безопасности ну мало ли у нас кто-то нибудь бы захотел повторить что-то подобное поэтому на вашем же марафоне был плакат от правда не убежишь знаменитый арт перформанс который был 2019 году вы не знали об этом нет мы не знали об этом это и то я узнала уже когда мы все провели уже демонтировались и и мне скидывают игрую не в курсе что это такое потом уже начались там вызовы в акимат это кто сделал там кто санкционировал так далее вы были в курсе или нет но на тот момент я считала что политика и спорт не должны быть вместе я была там ярым противником того что на тот момент на тот момент да когда только произошло да да потому что это для нас но репутацию конечно нам подпортила потому что аким отстал уже по-другому к нам немножко относиться что на наших мероприятиях возможны такие прецеденты, такие ситуации. Что это площадка не для бега, а для вот таких вот подобных действий. Но сейчас я думаю, что мне кажется, в мире всегда происходит что-то такое. Ничего же такого глобального не произошло. Просто повесили плакат. Да, он связан с политикой, но окей, каждый вправе выражать. Мне кажется, он особо-то и не был так прям. Сами люди же это сделали. Я скажу сейчас, я, наверное, могу об этом говорить. Больше службы придали этому большое значение. Если бы быстро завернули и убрали, и никто бы даже не обратил внимания. Из-за того, что этому придали такой резонанс, сделали только хуже себе. Да, согласен. Ну, спустя время, мне кажется, это... Если бы я был, я бы гордился, что на моем марафоне бы произошел такой знаменитый... Ну, это же прям, если как с точки зрения искусства, это исторический такой момент. Сейчас это история, да. Я согласна. Сейчас это история. И, конечно, для меня, наверное, да, есть о чем вспомнить, что это вот уже такой факт в истории, который мы будем вспоминать и иметь как опыт. Какие расскажете, может быть, свою историю? Сколько вот у вас фильм вот этот мотивационный, вдохновляющий? Как вообще идея создания? Не знаю. Больше не про фильм интересно. Больше интересно, наверное, про то, как человек, имея 140 килограмм внутри, решается заниматься триатлоном, а потом решается профессионально заняться этим триатлоном. Не, не, я вообще не профессионально. Сейчас это вы уровни профессионально считаете? Не, 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 не профессионально вообще. Окей, надо чуть больше разобрать, что... Мне это кажется... Это, по идее, это профессионально... Не, не, я чистый любитель. Вот. Ну, у меня довольно так... Все просто было. Ну, как-то хорошо все зашло. Я в 21 год женился. То есть, я был примерно в таком же весе, как я сейчас. 80-85 килограмм. Потом сразу начал работать. И погрузился полностью в работу. Вот. И у меня начался там бизнес, там, мне это так стало все интересно развивать. Даниар Фрукты, да, ты проводишь? Я импортер. Вот. И я как-то... Дети пошли, у меня две дочки, они по годке почти. И я как-то погрузился больше в бизнес, и мне ничего не было интересного. Я только как бы работал, командировки, там, встречи. Много кушал. Спорта вообще просто не было. Ну, и у меня вес капец резко пошел. То есть, я до 30 лет уже весил 100... 138 килограмм, помню, пиковый вес на весах. Потом в 30 лет поехал отмечать с друзьями день рождения в Баку. Вот. У нас там традиция. 25 лет мы были в Украине, 30 лет в Баку. Сейчас 35 лет будет, куда-нибудь поедем. Вот. И меня все поздравляли на день рождения. Я так вот сижу, думаю. И... Ну, такой толстый. Я думаю, не, я не такую жизнь, я хочу жить. То есть, ну, внутри я не такой, чтобы... Ну, просто как бы... Чувствовали себя не в своем теле. Да, не в своем теле, да. Ну, знаешь, что я не такой. Вот. И потом вот твердо решил, как бы день рождения отпраздновал, приехал сюда. Вот. И зарегистрировался на первую десятку. На этот Алматы-марафон. Вот так все начинается, ребята. Потом у моего друга-супруги, она запустила как раз только сервис, мои тренеры. Вот. Ну, я там взял какое-то количество этих индивидуальных тренировок. Мы побегали, и мне такой тренер, молодец, хороший, приятный попался. Я там, ну, такой большой бегаю. Он там говорит ему, слушай, у тебя классно получается, у тебя все нормально. А у меня ноги вообще так болели. Вот. А я как-то думаю, ну, отлично. Как бы, если получается, буду дальше продолжать. И потом купил абонемент воркласс. Начал воркласс ходить. И начал ходить на плавание в 8 утра. А в 7 утра как раз вот салты, они все занимались там триатлоном. Машины. Я так на них смотрел. Они там красиво так тренировались. И потом там тренер кричит, там, сейчас плавание сделали, завтра там после обеда там велосипед. И меня как-то это задело. Ну, то есть, сердце торкнуло это. Я думаю, ладно, сейчас чуть-чуть я потренируюсь, в воде похудею. И потом приду, присоединюсь. Ну, и так и получилось. Я начал очень много плавать, плавать, плавать. И потом вот перешел в триатлон. Все. И там уже все легче было. То есть, есть определенный список стартов. То есть, ты загораешься. Там олимпийка, там половинка, полный. То есть, ну, и мне это нравилось. И все, я начал готовиться, готовиться. И незаметный у меня и вес ушел. То есть, и такой перформанс хороший. Трансформация. Ну, как и этот бадди, так и в голове. Вот. И я доволен. Можно расскажу, как мы вместе на старт приехали? Даник, а первый старт. Мы поехали на половинку в Турцию. Да. Даник еще в таком серьезном весе. 125 килограмм. На половинку в Турцию. А я уже, ну, я уже сколько, года 2-3, наверное, тренировалась. Я уже там шла на какой-то результат свой собственный. И мы приехали, выехали на велотренировку совместную. Да, не помню. Только сел на велик. Толго вообще. Я говорю, поехали вместе. У нас в велосипеде есть такое понятие, посидеть на колесе. Ну, ты знаешь. Что это? Ты когда садишься вдруг... Я так и проехал гонку. Когда ты сидишь за кем-то, то есть, один велосипед в весе, и ты за следом очень близко другой. Второму гораздо легче ехать, потому что весь поток ветра закрывается первым велосипедистом. Это считается, как называется, сидеть на колесе. Я усал. Я говорю, Даник, поехали, садись на колесо, поедем вместе. Еду, еду, еду. В какой-то момент поворачиваюсь. Даника нет. Даник. Я говорю, Даник, да ладно, езжай. Я сама тренируюсь. Я сама потренируюсь. Ну, а в итоге сейчас попробуйте у Даника усидеть на колесе. Не получится. Фиг получится вообще. Реально. Сейчас Даник с такими портренируется. Мне, кстати, на тот момент не задело, что я не смог у Салты на колесе усидеть. Ну, факт в том, что я два раза у нее на колесе не усидел. Один раз в Турции, а один раз уже потом после. Мы, помнишь, тренировались с Никитой Федотовской. Я тоже не смог усидеть. Мне это не задело. Словами так просто легко рассказываешь. На самом деле это же не так легко. Да, то есть каждый шаг тяжело делать. Каждый шаг, да. Короче, можно я вам расскажу быстренько свою историю про триатлон, чтобы объяснить, да, чтобы вообще объяснить. Так уж сложилось, что... Не скромничай в эмоциях. Да, так уж сложилось, что у меня Султан, Кушарбаев друг, Мачлав, Мачлав, да. Султан, привет. Он меня завлек. Он говорит, йоу, я делал половинку в Астане, это классно. А я максималист всегда. Я говорю, половинка неинтересна. Полный будет, зови. В это время я не умею ни бегать, ни плавать, ни велика никогда в жизни у меня не было. Ну, Кама была в детстве и все. Кама знаменитая. Проходит год или два, и в Астане объявляют то, что вот, будет полный айронмен в Астане. Я такой, все, давай, регистрируюсь, учусь плавать, учусь, покупаю велик, начинаю бегать. Все более-менее получается. Отменяют первый айронмен. Пандемия. Окей, фигня. Будет время подготовиться. Готовлюсь ко второму. Его снова отменяют. Фигня, ладно. Уже я и плавать умею, и велик более-менее. И тут, в этом году, в марте, мы едем наполовинку. Ну, дабы проверить, да. Это всего лишь половинка. То есть, все время готовося к полному, а тут половинка. А я думал, это полный у тебя. Нет, дистанция в два раза меньше. Ты плывешь 2 километра, 90 километров велик и 20 бег. Короче, я сдох. Во всех смыслах это очень... Очень, с моей стороны, я недооценил айронмен, потому что раздельно все звучит неплохо. Типа, 4 километра, да, я проплыву. 180, да, я уже ездил, да. Бег, в принципе, и что там бегать-то, если что, дойду. На самом деле, когда все это в одной комбинации, на жаре, в открытой воде, это очень тяжко. И первое, что вот, когда я тебя увидел, я уже прошел бег, прошел велик, прошел плавание, бегу и салту встречаю. Она кричит. Я уже говорю, давай, давай. Она, кажется, уже сделала это. У меня эстафета была. Я бегу, и у меня единственная мысль в голове, что какого хрена... Вот я сейчас страдаю, мучаюсь, да, еще и бесплатно, блин. Я думаю, за это должны башлять бабки. Ну, реально, за это должны платить деньги. С какого хера я бегу, плыву, для чего я это все делаю. И я просто вот у меня в голове салта, потому что, ну, салту я знаю, что она готовится к полному, потому что у нее это уже там чуть ли не четвертый. И я такой, бля, салта, как она это все делает? Для чего она все это делает? Может быть, ей платят? И вот и все. Я прибегаю, я говорю, оружан сразу говорю, оружан и там, донарки тоже говорю. Блин, вот у вас подруга, ваша салта, вы ее цените. Потому что вы не представляете, что она переживает. Короче, я пробежал половинку, и я понял, что вот в этом году, в августе, Астану я делать не буду. Потому что я ни хрена не готов. К этому надо готовиться, надо посвящать свою жизнь этому. Потому что не пойдет то, что, знаешь, у тебя там работа какая-то, плюс там гулянки еще, плюс там, как у меня там еще есть хоккей отдельно. И еще за мандас. И ты должен где-то еще бегать, плавать и в велико лететь. Это нереально. Потому что ты должен прям ведыкейт, да, yourself. Слата, да. И поэтому вот, к чему я вообще клоню, да, к тому, что для кого триатлон? То есть, неужели он только для тех, кто уже чего-то добился в этой жизни, у кого работа, в принципе, уже налажена на рельсах, у которого уже есть дети? Ему нужны новые испытания? Эмоции, да. Да, для кого это все? Нет, потому что для вот кого я знаю, мои ровесники, ну, блин, это тяжело. И они вот к этому идут, один раз это делают, и все, на этом до свидания. Вы пятый Ironman. Какой? Четвертый, пятый, еще у тебя чемпионаты мира. Куда вы все время бежите? Что это такое? Для кого это? Ну, триатлон я называю наркотик, потому что раз ты один раз ввязался в это, и тебе уже сложно от этого отказываться. Во-первых, ты потратил столько времени и ресурсов уже в тренировке, да, сколько мы, 5-6 лет, 7 тренируемся. Столько экипировки, сори, сколько велики наши стоят. Сколько бабла, да. Бабла, да, в эти все поездки тоже как бы денег стоят. Но вот оно настолько завораживает. Я не знаю, как это объяснить. Комьюнити. Комьюнити, личный результат, потому что когда ты в голове осознаешь, что ты, это ты преодолел дистанцию, ты проплыл 4, проехал 180, пробежал 42, и ты думаешь, ну, блин, реально, не зря же у айронмена слоган «anything is possible». Реально все возможно. И ты, вот этот вот триатлон, ты можешь смело проецировать на другие сферы в жизни. То есть, если ты в спорте, в физической активности добился этого, то в жизни можно хоть какую цель себе ставить и идти к ней и добиваться. Это вот чисто вот про это. Про дисциплину, потому что ты выстраиваешь свой тайм-менеджмент таким образом. Ты не хочешь там за 16 часов айрон делать, ты хочешь его сделать быстро и показывать результат. А для этого тебе нужно тренироваться. Мы там затрачиваем с Даником, ну, порядка 15-16 часов в неделю, чтобы там, ну, вот показывать какие-то результаты. И то они самые лучшие, скажем так. Мы там на мировой арене где-нибудь, да. Там по заряжении ребята есть. Но это все, вот я всегда рассказываю, что это можно проецировать на любую сферу жизни, потому что если ты себя в триатлоне дисциплинировал, то в любой другой сфере ты 100% сможешь чего-то добиться. Означает ли это, что у этого нет конца? Да. Да? Да. Потому что ты каждый год действительно улучшаешь свой результат, пускай это там не на часы, а на минуты, но и хорошо. Ты знаешь, это превращается, наверное, в образ жизни, потому что это не так, что вот сейчас понятно, что сейчас для меня стоит цель чемпионата мира, я его отстартую, и что дальше, что я брошу? И, конечно, я не брошу. Не бросишь? Нет, не брошу. Может быть, они будут ставить себе цель занимать место на чемпионате мира, но возьму какую-то паузу, но тренировки точно не брошу. Мой тренер по боксу, Рус Иргибаев, Мачлав. Ой, Рус, я знаю. Рус, привет. Да, он мой тренер. Он говорит, не вздумай идти на триатлон. Я говорю, почему? Ну, ты только женился, ты свою семью видеть не будешь. Слушай, эти люди сумасшедшие, для них важнее даже триатлон, нежели все остальное. Есть такое, потому что триатлон занимает огромное количество времени, тебе же еще наработать надо. Как ваши... Ну, у меня половинка занимается триатлоном, поэтому норм. Да, как вот, я же знаю. Ты знаешь, знаешь, хорошо. Не, у меня... Ну, у меня так, знаешь, уже более-менее баланс есть уже, все организовано. Да, сколько вы уже достаточно долго вместе? Четыре-пять лет я уже занимаюсь. Ну, если честно, я изначально сказал, когда я только начал заниматься, я сразу сказал, слушай, я хочу вот на эту кону отобраться, который чемпионат мира. Я уже, наверное, ну, как бы по большому времени уйдет там тренироваться. Я это, ну, сказал. И у нас как бы идет полное согласие. То есть, и у меня жена, например, поддерживает, что я тренируюсь, там, на сборы езжу, на старты езжу. Иногда я их с собой беру, иногда не беру. То есть, никаких у меня, ну, дома конфликтов, там, проблем. И ничего нету. Ну, и, в принципе, это мне помогает. Как и по жизни, ну, и так и для результата. Ты же вот, ну, спрашивал, как бы, у меня тоже есть свое мнение. Мне кажется, когда ты, ну, только начинаешь, как бы, заниматься триатлоном, айронменом, нужно примерно понять, куда ты идешь. Если просто, как бы, заниматься, то можно заниматься, если ты хочешь какое-то время, там, результаты, там, что-то выиграть. Вот. То есть, здесь, наверное, надо... Ставить цели себе. Ну, ставить цели и примерно там прикинуть, то есть, свое время, чтобы выделить на это, потом посмотреть. Ну, у всего есть своя цена, правильно, на рынке. То есть, надо там реально оценить, то есть, сколько нужно денег. То есть, и смотреть, тянешь или не тянешь. Если не тянешь, а сильно хочешь, ну, надо тогда смотреть варианты. Вот. Да, и здесь уже... Сейчас, секунду, давай, вот, чуть-чуть, потому что звук может записаться. Сейчас, я вообще выключу телефон. Да, брат. Выключил, извини. Да, чтобы ты по свободному чуть-чуть. Да. И здесь просто ты, как бы, уже оцениваешь время, то есть, финансы и свои возможности. Ну, и начинаешь верить в себя, то есть, и тренироваться, готовиться и идти к своей цели. То есть, я, например, когда только начинал, я сильно горел отобраться, например, на чемпионат мира на кону. А, это еще надо отбираться, да? Да, туда еще квалификацию надо взять. А сейчас, например, 2022 год, у меня супер такого желания нету, но хотя у меня нету слота на чемпионат мира, потому что есть много этих хороших стартов, хороших айронменов, которые я хочу сделать, я хочу улучшить свое время. Ну, и мне интересно, например, туда съездить и сделать именно этот айронмен. Вот. Я, ну, по-любому знаю, что из любых стартов я, если поеду, вот, там может удачей быть, может не быть, я возьму слот себе на кону. Вот. Ну, у меня больше сейчас, как бы, мне нравится просто делать те старты айронмен. Давайте, я для гостей быстро объясню, для гостей говорю, для зрителей быстро объясню, что такое кона. Кона – это столица. Столица… Мека-триатлона. Мека-триатлона, да. То, где происходит ежегодно чемпионат мира. То есть это вот, если по миру разбросаны всякие отборочные, там, скажем, Дубай, Астана и так далее, там, да, то именно в коне, в Гавайях, да, проходит чемпионат мира. И это считается, ну, топчиком, да, для любого спортсмена, кто занимается триатлоном, попасть туда просто, поучаствовать. Ну, по квалификации. Да, и каждый, и участвуя в разных странах и городах, люди, которые, участники, которые показывают хороший результат, они, им выдается слот. То есть им выдается слот… Нехороший, ты должен быть в тройке. В тройке. Как минимум в тройке, а вообще первый. Да, ну, а где-то же там выдаются 10, где-то там 15 слотов. Система такая, на каждую гонку выделяется определенное количество слотов. Минимально это 40. Это каждый марафон? Каждый айронмен полный, каждый полный айронмен. Эти 40 слотов распределяются на все возрастные категории среди мужчин и женщин. А категории у них идут по 5 лет, там. А, ну да. 30-34, 35-39 и так далее. И у них есть формула, по которой они рассчитывают. Например, если мужская категория 40-44 будет самой многочисленной, то они туда дадут там 3 слота. А у девочек всегда по одному слоту, то есть шанс только у первого забрать слот на кону. Бывают такие ситуации, когда человек первое место отказывается. Почему девочек мало? Ну, девочек мало, в принципе, участвуют. Да, участвуют меньше. И бывает так, что первое место, например, отказывается от слота, потому что ты, помимо того, что ты соглашаешься, ты должен быть в зале, согласиться, что да, я хочу кону. И купить еще. Показать свой паспорт и заплатить за это 1200 долларов. Прям там на месте. То есть ты выигрываешь, ты еще и платишь. Платишь сам, да, за это. За будущее участие вдруг на коне. Вот. И если кто-то отказывается, то, соответственно, идет роллдаун. То есть он переходит в втором, если второй отказ, ну и так далее. И так иногда бывает. Ты говоришь про 10, это, например, там есть... 9 отказались предыдущие? Да. Нет, еще есть такое, есть чемпионаты мира, ой, в старты, на которых выделяется не 40, а там 75 слотов. Соответственно, их там гораздо больше становится. И там на категорию там у мужиков выделяется там по 10-12 слотов. Ты взяла свой слот, правильно? Я свой слот взяла с 11-го, кажется, места. Ну и что, он у тебя есть? Он у меня есть. И ты едешь в кону? И я еду на кону. Когда? 6 октября у меня старт. Ага. Первый раз. Да, туда получается? Это чемпионат мира. Я была там как болельщик, теперь я поеду как участник. Вау, это будет полный. Это будет полный, да. Это есть твоя цель, на самом деле, номер один в этом году. Да, но я уже была, мы с Данияром вместе были участниками чемпионата мира в Юте, вот в мае как раз-таки, потому что из-за пандемии два года была отмена иконы, и они сделали два чемпионата мира. Один в Юте впервые вообще в истории, и второй будет на коне вот в октябре. А, и вы оба летите. И нам удалось... У меня нету слота на кону еще. Мы были в Юте вместе, вот у нас у обоих был слот в Юту, тоже по квалификации, там нам досталось, я не буду уже вдаваться в подробности как, но мы были вот на этом старте вместе. Он суровый тоже старт. Данияр, а как ты готовился во время Рамадана? То есть Данияр выпустил документальный фильм на английском языке, снятый на телефон. Костя, привет. Костя, привет. Костя, чувак, который снимал. Да, мы сняли документальный фильм, там идея родилась, в принципе, быстро. Я не первый год держу пост и всегда тренировался. И, допустим, мне, моя команда всегда писала программу в месяц Рамадан. И я всегда выполнял тренировки. И потом, когда вот этот Рамадан подходил, то есть я так вот вижу всегда, то есть некоторые ребята, которые тоже держат пост, хотят тренироваться, ну где-то сомневаются, например, что можно делать, ну что можно там, например, переварить физически, что нельзя переварить. Я так как бы сидел за пару дней до Рамадана и думаю, блин, я же все равно тренируюсь. У меня, в принципе, неплохо получается. Думаю, может, как бы сделать фильм, чтобы потом уже как бы как хороший посыл, чтобы был людям, чтобы могли увидеть, посмотреть и оттолкнуться или сориентироваться, что можно. И как бы, чтобы себя не ограничивали. И позвонил своему товарищу Виктору Асокину. Вот мы с ним в одной команде тренируемся, а у него канал Simple Run. На английском языке, да? У него на русском и на английском сейчас. И с ним хотел сначала посоветоваться просто, потому что он уже много сделал на Ютьюбе. Как мне это запустить? Он говорит, слушай, мне так эта идея понравилась, давай вместе сделаем. Вот, и как бы мы с ним вместе создали вот этот документальный фильм. Тренировался я, ну, смотри, то есть там как бы больше сначала нужно организовать себя. Вот, то есть нужно понимать, сколько ты времени будешь тренироваться, что ты будешь пост держать. То есть, ну, в первую очередь, конечно, это сам пост, Рамадан. Все остальное уже на второй план. Я его разбил так, то есть пост это первое, второе, то есть мне надо подготовиться. То есть уже не просто так тренироваться, а подготовиться уже серьезно на Ironman Юта, чтобы нормально пройти. Просто так совпало, да? Да, просто так совпало, да. Раз у меня есть уже слот, то есть я его не хотел терять, я хотел нормально подготовиться, чтобы нормально его пройти. А не так просто, что он у меня слот достался, я там пешком прошел. А именно, ну, чтобы для себя поставить точку, чтобы нормально пройти. Вот. И я просто предупредил всех на работе, что как бы я буду готовиться, чтобы меня так сильно там новыми проектами никто не грузил. Вот. И организовал, то есть, работу, домашний быт, все подогнал, то есть, больше к тренировочному процессу. Вот. Вот. И все тренировки я разбил. То есть, допустим, если низкоинтенсивная тренировка была, где там скоростных работ нету, то я его делал днем, например, с 4 часов. Я по 3-4 часа на велосипеде сидел, катал. Ну, очень легко. Если какие-то нужны были там специфичные работы какие-то сделать, вот, где наверняка мне захочется пить, то я уже ставил его на ночь. То есть, после Аузашара, например, в 9, 10, в 11, в 12 ночи. А плавание я всегда делал после Ифтара. Вот. И у меня была четкая программа от тренера. Вот. Я ее исследовал. И у меня, в принципе, в неделю, в среднем я 15-16 часов тренировался. Вот. Я никакой проблемы там нагрузки на свой организм я не почувствовал. Вот. И приехал в Юту. Нормально прошел. Ну, для себя нормально. Потому что я не такой легкий, а там такие горы были. Вот. У меня где-то было там сложновато. Но я думаю, если бы я еще больше потренировался, я бы лучше прошел. Ну, и этому я доволен. Слава Всевышнему, нормально. Мне очень понравился в фильме момент, где колесо, да, у тебя лопнуло? Да, да, да. В момент. Вот Бог мне дал отдохнуть. Это очень круто зашло. Мне тоже понравился фильм тем, что первое, что ты сказал, первое для меня в этом месяце – это Рамадан. А второе – это тренировочный процесс. И на самом деле, вот я тебе до этого еще говорил много, снимается, ну, сейчас очень много же людей, которые пытаются, ну, не пытаются, стараются говорить о религии, да, условно там рассказывать. И в этом фильме мне понравилась твоя линия именно про религию, как видно, как твое отношение к религии, как у вас такой очень интимный такой даже момент между тобой и твоей верой. И когда отсмотришь, как зритель, ты наблюдаешь и такой, блин, вот, если бы рассказывали бы о вере бы условно вот через такие пути, да, вот через такой же, условно, документальный фильм, то те же самые, ну, за то, что вот предрассудков было бы меньше бы. Очень-очень вот за вот это прям такой тебе респект и тебе, и создателям, очень хорошая такая линия была. Ну, да, спасибо, это просто у меня вот был именно посыл на Рамадан, а так бы больше, я так заметил по отзывам, больше посыл такой получился мотивационный. Да, да. Очень даже мотивационный. Ну, я думаю, что фильм пригодится, мы его специально, у меня там не суперанглийский, да, чтобы доноситься. Кстати, я хотел подметить, да, там вообще в целом английский очень интересный, даже у ведущего. У ведущего вообще. Да, я такой, вау, окей. Это классно. Нет, я объясню, почему, да, почему мы сделали на английском. Не суперанглийский, но просто... Понятный английский, так скажем. Нет, он может быть, да, понятный, простой, но просто посыл был, чтобы больше людей увидело. То есть, если мы хотели бы сделать какой-нибудь там, ну, крутой документальный фильм, то есть, мы сделали бы его там на русском, чтобы там определенный круг лиц, а мы хотим, чтобы, ну, хотели, чтобы просто посыл разошелся. Доступнее было. И кому он нужен, то есть, тот его и увидит для себя. Вот, и вот, в принципе, из-за этого так будет. Через комьюнити триатлонистов, мне кажется, разойдется он, это же такое, по всему миру. Вот. А дорого заниматься триатлоном? Ну, да, дорого, экипировка, экипировка стоит дорого, но это относительно дорого, смотря с чем сравнивать. Ну, ты вот рассказывал, что у меня там тренер, тренер, вот, подготовка, вот, просто посчитал, может, еще и тренера, тренерский состав, уже тоже, наверное, не бесплатно люди занимаются. Ну, ты тренера, да, платишь, там, определенно, кто в клубе занимается, там, наверное, какая-то ежемесячная оплата, ну, кто как договорится. Вот. Мне пишут программу онлайн, вот, каждую, каждую неделю персональную. Вот. Я по ней тренируюсь. У меня тренер из Германии, то есть, вот, мы с ним... Вот, который давал интервью, да? Да, 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 это мой тренер из Германии, вот. Мы с ним нормально сработались, мне, в принципе, с ним комфортно, он мне все пишет, мне понятно, как это, как тренироваться. А самый, наверное, дорогой, это экипировка, которую надо... Обновлять? Ну, наверное, в основном, как один раз ложится, как этот fixed assets, и потом уже где-то дорабатывать для своих нужд. Ну, когда ты хочешь результаты, ты потом получаешь нутрициолога, спортивные добавки, спортивное питание, это все, конечно, выливается. Ну, с чем сравнивать, допустим, там, кто-то рыбалкой увлекается, посмотрите, сколько стоит, кто-то гольфом увлекается, сколько это стоит. То есть, у каждого... Не, ну, я вот в хоккей даже играю, да. Ну, то сколько стоит тоже. Ну, он дешевле стоит все равно, чем при атлоне. Командная игра действительно. Один велик, еще, ну, я сейчас быстро расскажу, почему, да, потому что это очень азартно, и даже вот, да, вот, если говорить, вот я, у меня велик там, да, я покупал его там по тем временам, не знаю, 2000 долларов, да. Это был самый дешевый велик на рынке, ну, такой, оптимальный, да. И ты на нем катишь, тренируешься, и... Ты видишь, у ребят лучшие. По трассе даже едешь, да, и там проезжают на раздаточные, да, велики вот эти? Разделочные. Разделочные. И, бля, ну, он просто вот, как будто бы велики его сам тачат, знаешь. А на самом деле, ну, и тоже это охота. И это только мы говорим про велик, а еще брать, как в этот... Шлем, велотуфли, джерси, тресьют, гидрокостюм. Нет, тресьют, гидрокостюм, кроссовки. Еще ты плачешь тренеру каждый день. Это очень дорого. И твои пояски, которые выездные, там, да, ну, сами, слушайте, там, разные города, там, Дубай, там, да, там, Бахрейны. Это же тоже пояски, тебе никто не оплачивает, ты сам оплачиваешь. Да, да. Слоты тоже. Это все ты сам делал. Тебя никто не заставлял, вот так, можно сказать. Ты сам не делал. Это очень дорого. Я к тому, что будьте готовы, если вы собираетесь идти на триатлон, и у вас нету спонсора, то вам придется раскошелиться. А есть такое, что это некий клуб? В Алма-Ате вообще заведено. Триатлон в длинной дистанции – это чисто индивидуальная тема. То есть, там, ты не в группе едешь, ты сам за себя отвечаешь, ты плывешь сам, едешь сам, бежишь сам. Но в Алматы заведено так, мы тоже с Даниаром с этого начинали. Мы тренировались в группе, в секции. И большинство команд, они тренируются вместе, хотят триатлонный индивидуальный вид спорта. Но, наверное, новичкам гораздо лучше и проще, когда есть другие ребята. Ты знаешь, что тебе надо в 6 утра проснуться, чтобы в 7 приехать на тренировку, потому что тебя ждет тренер и другие ребята, ты за ними тянешься. Как бы на начальном этапе группы – это шикарно. Поэтому мы сейчас с Даниаром тренируемся в индивидуальном порядке. У него свой тренер, у меня свой тренер, тоже онлайн, кстати. Тоже за рубежа? Из России, да. У меня российский тренер. И тут все зависит от цели, опять-таки. Если ты хочешь для фана просто триатлоном заняться, стартовать со средним временем, то, конечно, можно и в секцию походить. И я уверена, что наши местные тренера прекрасно дают программу и тренировочный процесс. Если ты хочешь какого-то уже результата другого и другого отношения, подхода, потому что когда тренер один, а команда там 20-30 человек, понятно же, что каждому 100% внимания свое не выделить. А тут индивидуальный подход, там созвоны, какой-то комментарий, фидбэк даешь тренеру всегда. Как ты себя чувствуешь? Какие были ощущения на тренировке? Это все много нюансов. И если ты хочешь действительно результата какого-то добиваться, то только так. В команде тоже классно? В команде классно, да. А приятные воспоминания много же приятных? Ну и потом не скучно, ты же друг друга мотивируешь по-любому. Ты там совместно эти завтраки после тренировки, посиделки, там в бане вместе пойти. Ну, это такой фан, да. Тусовка, тусовка. Тусовка. Ну, я вот пошел, мне нравится индивидуальный план, почему я занимаюсь, потому что этот, ну, когда у тебя семья, работа там и хобби, то есть время реально очень ограничено. То есть, и ты сейчас понимаешь, что время очень важно, то есть, и... Ну, и если даже тренироваться в Рамадан, то не каждый тренер возьмется за тебя тоже. Только вот так, онлайн. Ну, это уже, знаешь, я, например, уже третий год занимаюсь, он уже меня знает, что я могу сделать, что я могу не сделать, вот, и уже пишет программу. А что у нас еще про Валматеза вечная бойга между командами? Между командами, да. Да, и беги, и триатлоны, всегда команды друг с другом соревнуются, всегда какие-то сплетни про друг друга, там, про тренировки. Вау, это уже интереснее. Почему-то вот я заметил, и вот даже, даже когда вот в Дубае мы были, да, там, казахстанцы, да, там, ну, нет такого, что там какая-то одна команда, другая команда, там, о, салам, привет, там, что-то такое, все какие-то, вот, знаешь, кажутся на себя, нету никуда сплоченности. Да, у меня совсем хорошие отношения. Нет, я сам просто поменял две-три команды, то есть, да, и там, когда приходишь в какую-то команду, там, а я вот того-то занимался, он такой, а, понятно тогда. И вы, знаешь, вот что-то такое, а, ну, да, и, ну, как бы, от того, что я далек от этого, мне это интересно. На что похоже, когда ты делаешь ремонт, ну, и бывает же такое, что ты недоделал, что ты вызываешь, там, другую бригаду, и бригада хейтит предыдущую бригаду, что, блин, надо было вот так. Руки бы этим оторвали. Да, потом ты убираешь, там, зовешь электрика, да, блин, кто вам тут ставил, то есть, это примерно вот похоже на эту ситуацию. Мне кажется, это наш менталитет, вот, я сколько сталкиваюсь тоже, когда мы выезжаем на какие-то старты, и казахи могут с тобой просто не поздороваться даже, хотя мы, как бы, с одной стороны есть такое, и конкуренция между командами есть. Я вот сейчас, как Алматы Марфон, пытаюсь вот, хотя бы беговое сообщество, как-то более-менее сплотись, дружить, там, собираемся вместе. Что-то, кстати, вчера я видел, какой-то пост у тебя тоже был, то, что... Ну, у нас была ситуация на полумарафоне, мы там дисквалифицировали участника за нарушение определенное, и там начался хейт. Но мы эту ситуацию уладили, все нормально, все проговорили, мы их пригласили в офис. Сейчас мир труд май, поэтому все окей. Но такое есть, наверное, на начальном этапе это неизбежно. Каждый все равно тянет одеяло на себя, хочет показать, кто круче, соревнуется между собой, кто где занял какое место на местных стартах, кто кого обошел, кто кого натянул, ну и так далее. Это есть. Наверное, от этого интересней, не знаю. Может, это спорт соревнований? Ну, это да, конкуренция соревнований. А много команд? По триатлону команд 10, да, в Алматы Марфон? 8-10 команд, а беговых клубов 30 где-то. Мне кажется, беговое сообщество сильно растет. Я вчера с Педро разговаривал, и он мне говорит, что больше людей приходит заниматься бегом. Ну да, сейчас тренд такой, он продолжает расти, если там, бывают краткосрочные тренды, а бег и здоровый образ жизни, это такая долгосрочная история, она будет еще развиваться минимум лет 10 в Казахстане. Потому что сейчас это только самое начало. Ну это же классно. Это классно, я этому рада. И мы поэтому прикладываем все усилия для того, чтобы это все развивать и делать забеги, старты, чтобы людям, ну, у людей были цели какие-то. Ну, бег это классно. Вот я, допустим, раньше вообще не мог бегать из-за веса. То есть у меня такие были проблемы. Ну, ноги сильно болели, все болело. Ну, третья же дисциплина, надо бежать все равно как-то. Вот. А сейчас я начал бегать. И вот из трех дисциплин бег это моя самая любимая. Мне нравится бегать. Вот. И я понимаю, что даже, допустим, если у меня какое-то время где-то не будет времени, например, на велосипед и на плавание, то бег, вот этот навык, то есть бегать, он, по-моему, останется со мной на всю жизнь. У нас многие неправильно, да, еще бегают? Быстро, наверное, бегают. Быстро, наверное, начинают бегать. Ну, я вот читал там в интернете посты, что ребята, кто приходит на алматы марафон, там, с знаниями физкультуры, да, то мы начинаем, ну, это вообще неправильно бегаем. И быстро устаем где-то. Не, ну, у нас зачастую же как бывает, когда сидишь, он говорит, я там где-то в школе, там, вокруг стадиона где-то бегал, и он думает, что спустя 15 лет я смогу побежать там в марафон, или где-то он там на велосипеде, где-то катался, где-то на отдыхе, вот, и он сможет, например, в 108 где-то приехать. Ну, здесь уже как бы это проблема человека, знания. Чуть ближе к микрофону, Даня, в теории. У меня такой еще вопрос был, почему айронмен, если в нем участвуют еще и женщины? Потому что айронмен, мэн, как, не как мужчина, а как человек, оно расценивается, железный человек, поэтому называют айронмен. Ну, мне это не обидно. Многие следуют, типа, почему не айронмум, это же девушка, ну, потому что... Или айронхюмон, не знаю, но это странно, да? Ну, странно звучит, да. Айронмен больше как человек, наверное. Уже, наверное, ребренник дорого делать. Да, тогда не было вот этого всего, да? На это не обращали внимания. Да, на это раньше не обращали внимания. А много девушек участвует? Ну, 60 на 40, да, где-то, да, нет? Не знаю, я что-то никогда про девушек не думал. Мне кажется, 70 на 30. Даже 70 на 30, да. Ну, их всегда много, то есть, разбавляю. А в Казахстане? Я вот просто знаю, что вы... Их немного, да. Их немного, да. Ну, сейчас их становится больше. Динамика есть. Если раньше там, кто прошел полную дистанцию, было там 3-4 человека, то сейчас их там человек 30, наверное, девчонок, которые полную дистанцию прошли. Растет все, все растет. Да, интересно. В этом году ты была в новостях, я просто не могу вспомнить, да, что ты побила какой-то рекорд. Еще нет. Ну, вот если будет Кона, да, то ты, получается, за один год участвуешь в трех чемпионатах мира? Да, в трех чемпионатах мира. То есть, подождите, вам, извиняюсь, вам не платят за то, что вы участвуете? Нету выигрыша никакого, да? Да, финишная медаль одинаковая для всех. Ты сделал за 10 часов Ironman или за 16? Все. Вообще-то. Теперь I got it. Я просто думал, вот, может быть, там, на мировом уровне. Ну, на мировом уровне первые три места что-то занимают. Ну, что, тебе дают статуэтку, что ты третье место занял или второе, все. А денежного нет. А денежного нет. У меня один парень говорит, а зачем вы, типа, в марафонах участвуете? Ну, выйди там с подъезда, побеги, вот, и, типа, марафон. Ну, я ему говорю, ну, давай, брат, не знаю. Не задавай этот вопрос. Да, не задавай этот вопрос, Игорь, не знаю, брат. Странные вопросы. Я просто пытаюсь странные вопросы задавать, но все равно вы встречаетесь ежедневно на бытовом уровне, там, среди родственников, среди друзей. Ну, может, уже реже, но в начале хотя бы, когда вы, когда они видят, что вы начинаете заниматься. Мне вот на ребят, например, когда тебя вот так в лицо смотрят, и что, ну, типа, ты прошел, а что дальше? Какая цель? Ну, а что дальше? Типа, какая цель? Да нет, ничего. Это образ жизни уже. Это не ради какой-то цели, наверное. Это больше уже про образ жизни. Потому что ты к этому привык, ты выстроил всю свою жизнь таким образом, что у тебя тренировки, работа, семья и так далее. Это уже не про цель. Да, хочется на кону попасть? Ну, даже если я не попала, я бы что, бросила тебе триатлон? Нет. Я же продолжаю тренироваться. Я, честно говоря, Копенгаген, это было такое, когда я отобралась на кону, я не ожидала, что я отберусь на нее. Ну, и это был такой старт, который, ну, я не думала, что я после него все брошу. Я бы продолжила тренироваться точно так же. Я вот Комраз хочу пробирать. Да, Комраз, да. В Африке. Это марафон, ультрамарафон в Африке по пустыне, да? Да. Да. По-моему, мой дядя с сыном участвовали в нем. Жак Слыков, можете найти его. Да, 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 что-то такое знакомое очень. Они пытались или участвовали? Кажется, в этом году участвовали оба, отец с сыном. В этом году был, в каком роде? В августе будет. А, вот они отменили, да? Да, отменили, в прошлом году отменили. Все, 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 вспомнил. Я просто должен был тоже туда поехать просто к ним. В Дубае, да, где-то там, да, они проходят? Ну, в той стороне, да. В той стороне. Да. Теперь давайте, окей, ладно, я просто пытаюсь наш подкаст немножко сделать, ну, не только чтобы там триатлонисты такие смотрели. Бегают и смотрят наш подкаст. Нет, такие, нет, я хочу, чтобы наш подкаст еще посмотрели ребята, которые вообще не занимаются спортом, да, и, скорее всего, они тоже будут смотреть. Салтанат, расскажите, пожалуйста, для чего надо участвовать в Алмате-марафон ежегодно, раз в год? Как сделать? Ну да, и вот даже для меня. Зачем? Для чего? Что мы получим? Медальку ты получишь. Я думаю, что такая, если брать социальную причину и важность, это Алмате-марафон является благотворительным. Мы уже на протяжении 11 лет помогаем детям с особыми потребностями. Мы строим детские площадки, спортивные и футбольные поля, там, среду рокаут-площадки. Цель такая, что мы должны создать условия для этих детей, потому что у нас там строятся в школах, да, они ходят, но те дети, которые ограничены физически, имеют какие-то ограничения с инвалидностью, к сожалению, на тот момент, когда мы все это начинали, не было ни ресурсов, ни оборудования, ничего. И мы с этого начали, для нас было важно построить и создать условия для того, чтобы они так же, как и все, занимались спортом. Это, наверное, такая основная главная причина, по которой люди выходят на старт Алматы-марафон раз в год и участвуют в любой дистанции, будь то 10, 21 или 42. И мы за вот эти, сколько, 11 лет осуществили 24 проекта, где там больше 4 тысяч детей, которым мы помогли. И это все до сих пор функционирует, за этим следят, мы все это передали этим всем учреждениям. Но это оттого приятно становится, когда мы каждый раз открываем новую площадку для детей, ну, и смотришь в их глаза, и ты думаешь, ты хочешь еще помочь, что-то еще сделать, и ты думаешь, что ты эту идею не оставишь. Наверное, это самая такая важная причина, почему нужно участвовать в Алматы-марафоне, потому что вы вносите вклад в спортивную нацию. Да, пусть эти дети ограничены в возможностях, но зато они могут... Я вообще считаю, что через спорт можно многое преодолеть. И физиологически, и ментально, и если эти дети смогут... Мы даже вот в 2021 году, в начале года построили футбольное поле в единственной детской колонии в Казахстане. Их было там несколько по регионам, а мы в Алмате осталась одна. Это тюрьма для несовершеннолетних. И мы там даже построили, потому что я все равно считаю, что несмотря на то, что эти дети там преступники, у них должна быть возможность заниматься спортом. Потому что через спорт можно опять-таки выйти на верный путь и там продолжить жизнь своей условно. Вы с ними общались? Вы были там сами? Нет, нам не позволили с ними общаться. Мы их увидели один раз, когда мы презентовали площадку. Они вышли, поиграли в футбол. Там показательно что-то. Там пригласили ветеранов в футбол, они с ними пообщались, поиграли. Но такого прямого контакта, чтобы я поговорила с кем-то из ребят, такого не было. Нам просто не разрешили этого сделать. Там, видимо, порядки какие-то определенные. Но там действительно есть дети, их там порядка 60 человек, которые там содержатся. Да, вообще в целом я считаю, что у нас беда с площадками. Даже вот, как мне казалось, когда мы были пацанами в футбол, мы играли, вот сами ставили там ворота, как будто даже раньше больше их было, по ощущениям. Сейчас есть ли такой городской парк? Мне кажется, не хватает городу простых, открытых, больших, бесплатных, классных футбольных площадок, тех же баскетбольных площадок. Мне кажется, в каждом дворе же сделали. Ну, они есть в каждом хорошем ЖК, условно, плюс-минус. Есть в городе частного характера, где должен заплатить за аренду, а так, чтобы общего доступа. Их не так много, действительно, вы правы. Их не так много, но мы пока вот сконцентрированы на вот этих учреждениях, где там живут, приходят на реабилитацию, учатся. Дети с ограниченными возможностями. Это первая причина, по которой нужно участвовать. А вторая, наверное, просто быть причастным к празднику, потому что мы больше не про беговое или спортивное мероприятие. Мы больше про праздник спорта и про атмосферу. И даже те люди, которые меня спрашивают, ну, я не бегаю, бег это не мое. Окей, не бегай. Приди просто посмотреть, как это все создается, какая атмосфера. Вот вы даже, говорите, не бегаете, но при этом вы чувствуете, что город как-то по-другому оживает. Вот это важно прочувствовать. И важнее от этого, наверное, прийти и посмотреть, что такое Алматы-марафон. Я снимал как-то даже одну историю про девочку, которая хотела улучшить зрение. Мы делали ей зрение лазерное. И у нее было пожелание, желание, чтобы хочу пробежать без очков. Да, я вспомнил, мы снимали ее, снимали в мото-марафон. Ну, короче, не знаю, я подумаю. Может быть, когда больше следующее? В апреле же? 25 сентября. Давайте все-таки в апреле. 25 сентября будет полная дистанция, 42 километра. Ну и 21, и 10 тоже будет. А, да? Конечно. А ребятам без подготовки сколько можно пробежать желательно? Десятки начать? Ну, конечно. Ты уверен, что бегаешь десятку? Е-мое, ты сколько тренируешься в день? Ну да, десятку я пойду. Я считаю, что с десятки, в принципе, надо начинать, если вы никогда не бегали. И даже к десятке нужно готовиться. Но к полумарафону и марафону это 100%. Без подготовки выходить даже не надо. А были такие опасные случаи, когда человек... Да, два раза у меня на мероприятии умирал человек. Ну, то есть самый первый марафон в 2012 году у нас умер возрастной участник. Там порядка, там сколько, 70 лет. Он уже добежал до финиша, и там буквально за 100 метров до арки он просто упал, и все, у него тромб отошел, и он скончался. Блин, е-мое. А в 2018 или 2019 году на полумарафоне тоже парень молодой, 18 лет, тоже там буквально за 500 метров. Ну вот... 18 лет, молодой. Да, он на первый курс поступил. Получается, финиш был на центральном стадионе, а он упал на Абая Масанчи. И тоже вот, тоже у него что-то с сердцем произошло. А вы же, по-моему, берете, да? Мы берем расписку, да, расписку, что человек сам, выходя на старт, несет ответственность за свое здоровье и готов к дистанции, и там проверился у врачей и так далее. Но от этого никто не застрахован. Это такое, я считаю... Понятно, что нужно проверяться. Но я же говорю, мы вот даже в Астане на полумарафоне человека пришлось, ну, этим аппаратом приводить в чувство. Дефибриллятор. Да. Просто плохо произношу это слово. Я тоже, я сейчас как-то сказал, и сам думаю, что я сказал? Дефибриллятор, да? Ну да, ну все, хорошо. Как можно тише сказал специально. Я в этом сказал аппарат. Я правильно сказал? Дефибриллятор. Да, все. Даже у меня не получается нормально произнести. Я присоединяюсь к вам. Ну, в общем, да, даже к этому пришлось прибегнуть. Слава богу, все нормально, но такие случаи бывают, и поэтому мы вот на протяжении, сколько мы существуем, мы стараемся менять сознание людей, что не надо с дивана бегать, нужно проверяться, нужно тренироваться с тренером, нужно осознанно к этому подходить. Ну, вот. Не все это понимают, к сожалению. Все-таки бег – это какой-то не мой вид спорта. Для меня он такой... Это так кажется. Наверное, кажется. Все ребята, которые занимаются бегом, говорят, нам надо просто поймать дзен, и все, и ты. Это как такая некая терапия. Ну, вы знаете историю Нью-Йорка, да? Что весь марафон проводится по всем районам Манхэттена. Ты бежишь там и в Бронксе, и в Литл-Итали, ну, и, в общем, по всем районам Нью-Йорка. Марафон почему придумали? Потому что в свое время, когда в район... Вообще опасно было сходить из своего района там в другой район, заседний условно, потому что могли тебя убить там. Ну, это еще в какие-то старые времена. Это когда банду Нью-Йорка снимали. Да, видимо. И они создали, чтобы только во время марафона не имели права кого-то трогать, потому что бегут бегуны из одного в другой район. В общем, история вот такая. И она так и осталась, и реально ты можешь бежать в Нью-Йоркский марафон и весь город, весь Манхэттен посмотреть. Ну, для этого мы и Алматы марафон тоже трассу такую проложили. Все же там говорят в комментариях, бегайте за городом, чего вы в городе потеряли, нечего перекрывать дороги. Но в этом же частичка туризма, в том числе, мы же не только местные бегаем. Сюда же приезжают, реально приезжают люди. У нас даже было два чувака, которые там шли на рекорд Гиннесса. Один парень был с Австралии, который каждый марафон бегает то в хоккейной экипировке, то в флип-флопсах, то в ластах. Он приехал к нам бежать вот в флип-флопсах всю марафонскую дистанцию в этих сланцах. А второй чувак, он каждую неделю на протяжении полугода бегал марафон и тоже ставил рекорд Гиннесса. Там он из Словакии или вообще с какой-то такой страны, с Европейской, восточной Европы. Ну, поэтому это часть туризма, в том числе, развивать опять-таки город, нашу страну показывать. Люди за счет марафона узнают, что в мире есть Алматы-марафон, на который тоже можно приехать и посмотреть, что такое вообще Казахстан. Да, конечно, я вообще в этом ничего страшного не вижу, когда перекрывают дорогу с утра, выходной день. Раз в год. Ради того, чтобы тысячи людей кайфанули. И это же, получается, жители этого же города. Поэтому вообще без проблем. Даниар, вы бегаете сейчас или все, вы уже на триатлоне? Не, я бегаю. Ну, то есть простые марафоны. Я вот на 21 километр когда был? В апреле мы проводили. В апреле я 21 километр бегал. Я его, кстати, тоже пробежал на Урозе. Не прерывал, я пробежал его что-то 1.36 или 1.37, что-то такое. А, время Урозы вы пробежали? Да, я его пробежал. 21 километр? Да, 21 километр, да. Вот это было крайне. А как вот в голове, когда ты хочешь, ну, твой организм просит воду, да? Ну, у меня такого не было, что у меня был организм истощен. Если был бы, я бы остановился. Не знаю, хорошо шло. Я бежал. Под конец же жарко было просто. Потом просто в горле, как иголки были. Я быстро домой уехал и просто лег спать после полного марафона. Даже споласкивать нельзя, да? Нет, ничего не споласкивать, я просто лег спать и все. И закрыл этот вопрос. И потом проснулся. Ну, нормально. Но это, опять-таки, это просто Даниарно тренировал себя. Он сколько лет уже держит Урозу и тренировался, и знает, что такое, и знает, чего ожидать от своего организма. А так я бегал. Я полный марафон отдельно в дистанции не бежал. Я 21 бегал, до этого еще бегал. И десятку. У меня такое 10 и 2 по 21. Ну, у меня есть огромное желание вот мейджора побегать. Просто времени нет. Мейджор 42 километра? 42, вот. А не все 42. Салт только что рассказывал. Есть огромное желание. Мейджор – это самый большой марафон, да, Митя? Самый крупный, да, в мире. На них просто так не зарегистрируешься. Там есть тоже принцип либо отбора, либо лотереи. Вообще, там дается окно на каждый марафон, что ты можешь зарегистрироваться, выиграть лотерею. А, лотерея? Да, лотерея. Это, по-моему, Нью-Йорк, Чикаго, Берлин. Точно есть лотерея. Токио, по-моему, тоже. Но Токио… Квалификация там, да? Токио, у них лотерея. В общем, если ты хочешь пробежать там, условно, в 2023 году марафон в Токио, то ты должен был подать там два года назад, условно. Вот такое окно. На Бостонске невозможно попасть, у них нет лотереи, у них только квалификация. То есть ты должен на каком-нибудь международном сертифицированном марафоне пробежать и показать время определенное, чтобы подать квалификацию туда. Ну и плюс есть charity, благотворительность. Ну там сумма начинается там от 7-8 тысяч и более. А ты где квалификацию сделала на Бостонске? В Праге. А, в Праге. 8 тысяч платишь, чтобы приближать 42 в Берлину. Там не платишь. Там, получается, ты создаешь, типа, свой фонд, и всех своих друзей, знакомых подтягиваешь, чтобы на какую-то цель выбрать благотворительную. Там есть много фондов, что нужно помочь этим ребятам. И ты вот в рамках своего фонда всех своих сетей ребят подтягиваешь, типа, давайте, чтобы фонду помочь. Вы там все скидываетесь, я собираю эти деньги, и меня дают за это слот на марафоне. Диас, у тебя есть вопросы? Да, вот как раз про фонды я хотел спросить. А имеет значение, откуда этот фонд? То есть я могу условно там казахстанский какой-то фонд, деньги собрать и там показать? Или у них там определенный свой список? Да, есть в Бостоне свой список. Там есть прям критерии определенные, по которым нужно вот именно соответствовать им. Не так, что вы можете там свой отсюда фонд дать и туда перечислить деньги. А, прикольно. Понял, понял. Астана состоится в этом году? Да. Полный айронмен? Полный айронмен в Астане состоится, да. В один день. 14 августа. Все. Это самое главное. У меня еще такой был небольшой вопрос. Складывается такое ощущение, что люди, которые занимаются триатлоном, тем же большими марафонами, да, это некий вот вход в свой такой клуб, а-ля какой-то закрытый, где очень много... Потому что триатлон, спорт, это такой, ну, не из дешевых, где ты можешь поймать хорошие связи, бизнес-связи, коннекшены. То есть, если ты занимаешься триатлоном, условно, там, уже некий вход к определенным бизнесменам, людям. Ну, знаешь, как поиграть, типа, гольф. Все верно. Элита. Так и есть. Элита. Нетворкинг, да. Нетворкинг. Это есть, и действительно, это хорошая возможность на таких наравных пойти там на пробежку с каким-нибудь бизнесменом и обсудить какие-то там перспективы. Ну, даже... Потому что в беге все равны, да? В спорте все равны. В спорте все равны. Ну, вот, можно бежать с кем-то из агашек и договариваться о чем-то. У нас нету, ну, очень мало, да, площадок, где можно крутить велик. Я понимаю, да, там, выходные дни, лонги, у всех там трасса, Копчега и Харгос. Но, ребята, это на самом деле опасненько. И если у тебя нету сопровождения, как у многих агашек, и ты катишь сам, да, то... Ну, туда не стоит выезжать самому без сопровождения. Ну, окей, даже если у вас там 5-7 там... Да, вот, мне кажется, триатлон, мне кажется, это очень недоступный даже спорт. И почему в Астане есть триатлон-парк, да, там, в Алмате что-нибудь такое намечается, собирается? Потому что это, ну, триатлон вошел в Казахстан прям штурмом, да, завоевывает все больше и больше сердца казахстанцев. Но площадки для тренировок, как таковых, в Алмате я не вижу. Есть стадионы, есть бассейны, велик Алматы-арена далековато, да. Ну, не всем. Трассы опасненько. Мидео, ну, тоже, да, не совсем подходит для тренировок. Не всегда подходит. Да. Поэтому, как бы, этот... Поговорите там, пожалуйста. Договоритесь, пожалуйста. Вы же там бегаете там. Вопрос давно стоит, но... Пожалуйста, откройте классный парк. К сожалению, да, они... Потому что это, ну, это опасно. И сколько я вот... Сколько бы я не выезжал, все равно присутствует, когда КамАЗ какой-нибудь проезжает, там камешки вылетают. Ну, мне кажется, даже бегать не всегда везде безопасно. Ну, с точки зрения там, в парках гуляет много там людей с колясками. Тоже, когда бежишь, и ты в часы пика бегаешь. У нас нет такой беговой локации. В Астане парков, где бегают, просто огромная колея. Вот неделя была там. Это не связано с тем, что там это город чиновников, и они для себя сделали просто более-менее комфортный город? Я думаю, что связано, да. Да. Дорогие чиновники, от лица жителей Алматы просим вас обратить внимание на самый классный город в Казахстане, на южную столицу Алматы. Постройте, пожалуйста, в каждом дворе, в каждом дворе футбольную площадку, баскетбольную площадку. Ну, и так же можно, ну... Морсипедные дорожки, беговые дорожки побольше. Тебе скажут, есть же велосипед на дорожке, что ты по ним не катаешься и не тренируешься. По ним катаются мопедисты, давайте признаемся. Не, конечно, да, я... И скейтбордисты тоже, электробордисты. Мы только... Мы там еще водители паркуются. Да, ну все понимают. Да не, конечно, я смеюсь, я понимаю, что это... Сколько бы я не выезжал в город на велике, это всегда стресс. Какая-нибудь машина подрежет, что-нибудь случится, и блин. Сколько было случаев, когда сбивали, и по Медео, даже на Медео, когда ты едешь, столько было случаев сбили. Нет, ну это опасно, когда с Медео на велосипеде едут. Ты с Медео спускаешься на велосипед? А, я вот видел, в документалке спускаешься. Так он еще не на шоссейном велосипеде, а на триатлонном разделочном. Я вообще Медео люблю просто. Я вот, например... Я вообще Медео люблю. Например, у меня иногда не хватает времени выезжать за город. Я постоянно там на Медео 2, 3, 5 подъемов делаю. Сколько максимум ты делал? 5 подъемов? 5 подъемов. Наверх, да. Не, ну это не есть хорошо, просто у меня нету иногда времени выезжать, например, за город. А здесь я, например, быстро это могу сделать. Да, в рамках города это только Медео. Но Медео это набор высоты. Там ты за 9 километров сколько? 600 метров набора. 550-600, да. 550-600 метров набора, это много. Единственная локация в рамках города, это в районе Алматы-Арена. Туда тоже пока доберешься, донедешь. Туда еще дальше ехать. Обратно не доедешь до дома. Да, обратно в сет встал. Вообще классно кататься. Мне нравится вот в сторону Талгара ездить. Да, в сторону Талгара. Ну там тоже водители. Трасса же открытая тоже. Трасса открытая, водители, конечно, есть неадекватные. Водители, что делать? Ну вот, я и говорю. Я понимаю, что больше делать нечего. Вам особенно надо тренироваться. Годами водители привыкли? К вам, к велосипедистам, которые вот... Мне напрягает, что они так иногда и очень рядом, как будто специально проезжают. Мне кажется, как будто бы им каждую весну обмеляют просто. Не, никогда. Люди в черном обмеляют память каждую весну. И они как будто бы никогда не было велосипедистов на дороге. Да, да, да. Они как будто пытаются тебя вытянет, сказать, знаешь, это для машин дорога. Что ты здесь ездишь, да. Подвинься, типа, тут мы ездим. На самом деле это ваша вообще дорога. Специально иногда вот так подъезжают близко, чтобы вот как будто чуть-чуть зацепить. Хотя понятно же, что если он зацепит, то он виноват 100%. Ну... Ну и еще выкрикнуть, ты едешь в расслабленном состоянии. Да, у тебя дзен свой. И сигналить начинает. Здесь как опасно сигналить по трассе. Потому что дернешь с этого и... Да, опасно. Да, опасно. У тебя прям в ухо будет, знаешь, что КамАЗ проезжает. Я езжу на электроборде по городу, и да, меня прям напрягает. Но я хочу заметить, что годами, вот я уже третий сезон катаюсь, прям по дороге, прям с машинами рядом. Чуть лучше как будто начали уже. Немножко такой спад пошел. Не знаю, меня сейчас напрягают вот эти мопеды. Очень мопеды. Они меня напрягают тоже. Они по тротуару ездят. Они по тротуару справа вообще. Я не могу понять. Они не велосипеды, они не машины, они не мотоциклы. Они должны по дороге ездить? Да, они вообще не должны ездить на дороге. Мне кажется, на нашем надо что-то с этим делать, потому что это нереально. Надо как-то, да. Мне кажется, уже скоро будут. Их это регистрировать еще. Регистрировать. Шлема, в конце концов, надо всем надеть. Да, без шлемов очень много ездят. С детьми. С детьми, да. Опасно. Вот на это надо обратить. Навида надо позвать сюда. Да. Это кто? Да, общий друг. Навида, это мой друг. Алиновид. Вот это Мачлав тоже. Человек, с которым мы как раз-таки поймали мопедиста на машине. Ну, то есть у нас произошла авария с мопедистом, который въехал в машину. Там очень спорная ситуация. Мопедист ехал по велодорожке. И в итоге у него было не столько боуф, а больше. В итоге он должен будет... Не 50 кубов, а 150 кубов. Да, 150 кубов. Ну, то есть как они эти мопеды покупают, непонятно, потому что у них по закону они обязаны получать... Трава или что-то. Трава, да. Обязаны получать, чтобы у них была страховка. Они всего этого избегают методом того, что они подделывают документы на мопеды, как будто бы они не такие мощные. Мешают абсолютно, да. Как бы я не хочу ни в коем случае сказать, что вот, да, там, курьеры все там... Нет, у них все зарабатывают честным трудом, просто закон выстроен не совсем правильно. И урбанистика города тоже выстроена не в их пользу. Не в их пользу. Да, и как бы охота, чтобы всем до всего хватило, чтобы ребята делали свою работу, велосипедисты катались по велодорожкам, и в то же время не было помехи для машин. Ну, я думаю, это скоро поднимется вопрос, потому что Навида позвали, Навида позвали в Акимат, между прочим. Ты можешь обратиться? Я боюсь, что это больше тема Навида. Я сейчас как будто бы заберу его этот, поэтому... Он уже на днях идет к Киму нашего города, между прочим. Навид? Да, где они будут всю эту тему обсуждать. Да, давно пора. Да, и дай бог придут к какому-то общему, не знаю, выходу из этой ситуации. Да, мы потихоньку завершаем наш подкаст. Хочу сказать, что триатлонисты – это уже стали часть города, на самом деле, когда ты вот едешь, и ты видишь велосипедистов, которые проезжают возле обочины, в такие форме, и на самом деле это очень... Ну, я только улыбаюсь. Глаз радует. Глаз радует, и ты такой, какая Алмата становится спортивной, и также видишь людей, которые бегают, готовятся, возможно, к марафонам. Салтанат, вы делаете очень большую крутую работу. Спасибо. Да. Даниар, ты просто... Твоя история очень вдохновляющая. Спасибо. И она меня лично вдохновляет тем, что никогда не поздно заниматься спортом всегда. Вот я тоже сейчас занимаюсь спортом, регулярно занимаюсь боксом, тренируюсь у Рустама Рогибаева, он открыл свой зал. Да, я видела. Тоже у него все хорошо. Вот. У всех все хорошо. У всех все хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, занимайтесь спортом, да. Ходите на марафоны, участвуйте на марафонах, если есть деньги, идите в триатлон. Давайте, это же миф тоже или не миф? Все-таки это не миф, да? Ну, что для триатлона нужно много меньше. Да, братан, какой нафиг миф? Я тебе говорю, это бабки. Деньги нужны, конечно. И время. Тогда зарабатывайте много денег, если вы хотите заниматься триатлоном, вот, убейте внимание своему мифу, делу, заработайте много денег, а потом занимайтесь... Или найдите время, вот это тоже важно. Да, договоритесь еще семью и жену. Да, договоритесь сразу. Крадым күдейм, резинеске аппаратиям. Шик! Асманға аппаратиям. Апаратиям. Е-е-е-е-е-е-е. Деже жыл болды күрмеге. Күрмеге. Безе блезым болганым күшеде. Эйте уэрқы дыртты мелы жеберім. Амстардамға барым күрдік дее келім. Евра, евра, евра.